Спонсором данного видео является сообщество по накрутке ресурсов в мире юрского периода. Здесь вы сможете приобрести все виды ресурсов по ценам ниже низких. Помимо стандартных ресурсов вы сможете повысить свой уровень в игре, а также приобрести кубки в сражениях за эксклюзивное животное. Ссылка на данное сообщество и на сообщество канала будет находиться в описании к видео. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Он является легендарным животным и за него придется, видимо, побороться в турнире. За него придется бороться, пока не дают возможности. И два в стандартном парке, двое животных. Начнем, естественно, с эволюции. Для начала можно прокачать аргентинозавра. Так, и еще раз. Ах ты как! Вот нечестно так, нельзя так делать. Отлично. Вот у нас аргентинозавр на 21 уровне эволюции. Офигеть. Выглядит очень красиво. То есть вот эти пятна, которые у него были на предыдущем окрасе, насколько я понимаю, они сейчас просто закрашены светло-зеленым, а все остальное закрашено таким болотным темно-зеленым цветом. Но брюшко осталось таким же белым. Очень круто выглядит. Конечно, динозавр получился очень пестрым, но я думаю, что ничего страшного. Самое главное, что этот окрас отключат билдера, а там, когда окрашивают здесь, вот не уродуют его этот окрас, а более-менее ему идет. Да, очень добротный окрас такой. Так, идем дальше. Это у нас с диплодоком. Отлично. Вот так и надо всегда с первого раза. С первого раза везде и всюду. Так. Отлично. Теперь, значит, в окрас, помимо красного, у нас добавился еще такой бледно-голубой. Ну, скажем тоже, как и в аргентинозавру, слишком пестрым, мне кажется, но не уродует его этот окрас. И слава богу, грубо говоря. Ну, красиво сделали, ничего не скажешь. Тут какое-то небо, там пасмурно. Смотрите, походу, игра сломалась. Здесь как-то пасмурно, а здесь светло. Странно. Вот такой у нас диплодок на 30-м уровне эволюции. Скоро уже много животных на 40-м у нас докачается. Так, тут еще пеликанемим, насколько я помню. Да. Диплодок на 40-м уровне эволюции. Так, очень-очень красиво так-то и мы сделали, знаете ли. Снизу получается у него такое светло-розоватое, а сверху присутствует светло-зеленый с такими болотными полосками. А ближе к голове еще и бирюзовый добавляют. Очень красиво. Да. Ну, скажем так, то есть до 30-го уровня додержали у него красивый окрас. Клюв еще, кстати, оранжевого цвета додержали красиво. Интересно, что будет на 40-м? Я уж не помню, если честно. Я не знаю даже. Отлично. Так, тут у нас новые животные. С ним чуть попозже. Вот кентрозавра можно улучшить. Отлично. Теперь у него присутствует вообще разнообразие окрасов просто. Сверху такой бледно-коричневый. По бокам присутствует такой бледно-серый. С таким зеленоватым, еще белыми пятнами. И внизу только темно-коричневый. То есть раскрасили его разнообразно. Конечно, могли какой-то, не знаю, однотонный цвет подобрать, монотонный такой. Но вот решили почему-то его так окрасить. Да, этот бак с тенью что-то меня выбешивает. Что это вообще такое? Программа просто сломалась, походу. Так, кто у нас еще новенький есть? Отлично. Кулазух. Блин, ну чуть-чуть же было. Не надо так, со мной. Отлично. Теперь он похож вообще на какую-то саламандру, если честно. Глаза оранжевые, сам такой весь желтый. Не знаю, пятна это какой цвет, не знаю, определить не могу. Ну, допустим, здесь темное, болотным каким-то зеленым. В общем, а нижняя часть и брюшка, вот нижняя часть лапок и брюшка осталось белым. Ну и нижняя челюсть тоже. Шикарно. Так, вроде еще кто-то у меня тут есть. Аланка. 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 так и посмотрим на ламку на 30 уровня что же такое-то что же такое-то так вот то есть окрас стал еще более таким ярким здесь вот эта полоса стала более темно-синий прям вообще темный синий здесь на клюве где ноздри там такой светло-фиолетовый белая макушка здесь светло горит вот очень не как бы грубо говоря он преобразился и стал более светлым глаза еще почему-то в синий красить так уже многих животных уровень повышается у нас то тут тут я знаю еще есть как подставляешь меня ты подставляешь меня тут ученым издеваешься что нормально же эволюционировали давай так отлично то есть теперь он такой более темный одновременно светло-зеленый с такими коричневыми полосками ну скажем так это так раз ему это же идиот очень даже при по моему чуть даже лучше предыдущего это все лишь по моему не знаю как по вашему не так это как раз больше нравится ну вот особенно если бы это была стратегия он сверху был так смотрелся мама очень красиво так еще можно афиакадон ну давай спиральзу ха 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 ну пожалуйста спасибо спасибо так ну и какой же ты будешь у нас на 30 уровне эволиция не завершена сейчас не завершу как же все долго ну то же самое почти как предыдущий окрас возможно тут какие то есть изменения в пятнышках но в общем он стал более светлым то есть окрасы стали более темными стали более выделяться ну тоже кажется слишком пестры но более менее здесь хотя бы используются не всякие там оранжевые желтые цвета есть грубо говоря вот светло-зеленый и светло-фиолетовый но не так сильно выделяется допустим если бы это были желтые там или еще какой то ну 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 Как ящер с одним гребнем То есть если дилфазавр это ящер с двумя гребнями То здесь с одним, ну это все понятно Единый гребень такой костный Вырос, был на кончике морды Ну значит здесь он показан Грубо говоря мелким животным Ну грубо говоря как филоцераптор Хотя он был довольно крупным Примерно 5,5 метров в длину Весил порядка 425 килограмм В росте был около 2,5-3 метров То есть довольно таки большое животное Здесь он показан почему-то мелким И очень странно Как-то вот на голове у него Два больших шипа обращены назад Не все как тупо вверх А два назад обращены И на хвосте тоже два последних У толщины обращены назад То же самое на ноге Это вряд ли такое было Это скорее всего фантазия разработчиков Ну скажем так Движения такие же как у рапторов А вот звуки немного изменены То есть добавлено немного своего А не Не как у раптора А как у делу фазавра Да, перепутал Но звуки все равно у него немного другие Ну-ка еще раз Класс Класс Новый способ охоты Такого мы пока еще не видели Очень прикольное создание Да, жалко что тут не по размерам его сделали То есть он такой мелкий Подвижный Хотя он был более крупным Так, ну и второе животное В стандартном парке Это анкилозавр Супер редкий Вот, значит Анкилозавр это динозавр Ну, анкилозаврит Собственно говоря Из-за дно Ну, имеют единого предка Со стегозаврами То есть они, грубо говоря Двоюрные братья Только вот Стали Немного обзавелись другой броней Если стегозавр Это преимущественно юрские обитатели То анкилозавриты Преимущественно меловые Вот Ну, значит Это был самый крупный представитель анкилозаврит Жил в позднем Милу 66,5-66 миллионов лет назад Был найден в Северной Америке Первый скелет Ну, первые Останки костей Найдены в 1908 году Значит Длину достигал метров 9-10 Весил тонн 6-7 В росте был метра 3 То есть здесь он показан приземистым А на самом деле У него передние и задние конечности Были более длинными И он Его голова Макушка головы Находилась на уровне 3 метров То есть он был выше обычного человека Значит Вот эти вот Как сказать Чешуйки, остеодермы Они были Врастали в кожу Вот Но не были соединены с костями То есть это были Они стояли с кальцита То есть это были не костные выделения Это вот они так на коже просто Образовывались Крупные чешуйки Шипы по бокам для защиты от хищников Имелись Отличительной чертой является Его голова Примерно 76 сантиметров в длину По углам которой Находились вот такие вот шипы Это отличительная особенность Анкилозавра Ну там еще было Несколько животных Анкилозавридов Тоже с такой же Шипами Так же расположенными Но все таки Размеры И положение вот этих Шипов По бокам И на спине Тоже было Его отличительной Особенностью Зубы были Такой листовидной формы То есть он Не разжевывал Он срывал растительность И ее проглатывал Грубо говоря Ну а строение Буловой Мне кажется Многие уже знают То что Вот Вот эта часть Которую Лидия Выделили Здесь разработчики Она Это была Он не мог вот так Вот болтать хвостом Она была Чисто жесткой То есть сухожилии Они окостеневали И вот эта часть Вот которую он сейчас Болтает Грубо говоря Она была полностью Окаменившей Она как бы Как палка То есть она была Всегда прямой И на конце Находилось костное Утолчение Вот такая булава С помощью которой Наносил удар Если бы она могла Вот так болтаться Как здесь показано То наносить Сильный удар У анкилозавра Бы не получалось А вот эта часть У него была Как бы полностью Окаменившей И удары Были просто Огромной силой Он прям Ломал ноги Крупных терапот Вот Собственно говоря Все Давайте посмотрим Что он нам Какие у него Движения есть Ну Болтать Вот так Фастома Не мог Запомните И все Остальное Уже Не важно Отлично Отлично Так Скрученная Раковина Не спиральная Грубо говоря А вот такая Удлиненная Здесь он тоже Показан очень Большим животным Хотя Самые крупные Особи Оцениваются Где-то 2 метра В длину Примерно Ну Он внешним Видом Напоминал Ортоцератойды Там всяких Ортоцеросов Там и прочее Ну Кто знает Тут меня поймет Значит Здесь у него Виден Клюв И снизу Сифон Собственно говоря Основные Компоненты Головоногих Моллюсков Вот Ну Это было Было Животное Из позднего Мела Европы Северной Америки Длину Достигала Не более 2 метров Да Это я уже Говорил Вот Ну И отличается Также Строением Лопастной Линии От Аммонита Вот Ну На раковине Там есть Такая Линия Грубо говоря Вот По строению Этой линии Он отличается От аммонитов Так Ну Давайте Покормим Его Что Ли Ой Ой А там Еще Пещера Вау Классно Я Что-то Раньше Как-то Не Замечал Куда Что Ты Там Улетел Кормить Тебя Сейчас Будем Кто Живоплывает Опять Какая Рыба Ну Способ Охода Такой Как У Аммонита Собственно Говоря Только Животное Другое А Анимация Тоже Самая Так Вот мы его и Подключали Отлично Так Теперь У нас Еще Одно Животное Это Геозавр Геозавр Относился К группе Митрия Ринхов То есть Тоже Являлся Морским Крокодилом Его Конечности Уже Были Полностью Грубо говоря Преобразованы В такие Некие Ласты Но Пальцы И когти Все-таки Еще Остались Был найден Верхнем Мелу Ой Ну Раннем Мелу Верхнее Юре То есть Позднее Юрский Период Где-то 160-130 Миллионов Лет назад Вот Настегал В длину Около Трех Метров На хвосте Так же Как До Козавра Образовался Такой Плавник Помогавший Ему Набирать Скорость В воде Ну Была Очень Обтекаемая Форма Он Был Очень Гибкий Охотник Поэтому Мог легко Гоняться За всякими Там Белеменитыми Рыбами Какими-нибудь Другими Моллюсками То есть Вот За рыбой Там Гонять Вот Ну В длину Около Трех Метров Есть Ну Порядка 100 Кило Может Чуть Больше Даже Вот Такая Прелесть Способ Охота Наверное Такой же Как у Докозавра Ну Да Ну Опять же Как доказавр Малое Количество Здоровья Большая Атака По сравнению Со здоровьем Иметься Так Ну И последний На сегодня Это Я уже Забыл Кто Это Леоп Левродон Значит Был Обнаружен 1873 Году Пример В Северной Америке Вот Но Вопреки Распространенному Заблуждению В прогулках С динозаврами Был Показан 20 Животное Длиной 21 метр На самом деле Самый крупный Экземпляр Леоплевродона Едва ли Превышает 10 метров Длину Были Найдены Еще Плеозавры Предположительно Вначале Их считали Леоплевродонами Они Где-то Сигали Метров 13 Длину Но Один Из них Оказался Ближе Всех К Карнозавру А Второй Получил Собственно Имя Это Был Отдельный Вид Плеозавров Леоплевродон Не более 10 метров Длину А в фильме Было Показано Животное Такого Размера Потому Что Были Найдены Фрагменты Костей Предположительно Относящие К Леоплевродону Но Они Так До сих пор И не изучены То есть Это всего лишь Фрагменты Костей Их Отнести К какому-то Животному Пока еще Трудно И поэтому Леоплевродон На данный момент Где-то Метров 10 Длину Весил Порядка 2-3 Тон Зубы У него Были По 7 Сантиметров Каждый Вот Длина Черепа Метра Около 2 Метров Примерно Жил В средней Юре В средней Ну естественно Был охотником На крупную Добычу Куда-то там Пропал Товарищ Товарищ Вы куда Пропали Ребята Я его Потерял А вот Он где Вот Был охотником На крупную Добычу Но учитывая Свои размеры Не такая уж Она была И крупная Как Предполагалось В фильме То есть Возможно Стая И они Охотились На Ледзихтисов Потому что В одиночку Он точно Не справился Слишком Мелковат Был Ну и В 1837 Году Были вроде Найдены Его первые Окаменелости Ошибочка В 1873 Я местами Цифры поменял Да куда Ты уходишь Ты постоянно Ты что Там делаешь Иди сюда Ну Леоплевродон Я очень Всегда хотел Чтобы его Добавили В игру Конечно Все ждали Что добавят 25 метрового Монстра Из прогулок С динозаврами Ну вот Добавляют Вот такую Маленькую Рептилию Но я люблю Реализм То есть Если он был Такой мелкий То к сожалению Ничего не поделаешь То пусть Такого и Добавляют Ждать Такого Огроменного На пол Этого На пол Крана Да Не стоит А еще Я сказал Что зубы По 70 Миллиметров Но это У тех Особей Которые Длину Достигают Около Шести Метров У десяти Метров Там Примерно Зубы Как у Тираннозавра Сантиметров По 15 Будут Но все же Рептилия Очень хорошо Сделана Мне кажется Он просто Был Более Увесистый Здесь Как бы За основу Взяли Тело Кранозавра И просто Сюда Вставили Кранозавр Он был Такой Более Удлиненный Напоминал Скорее Мазозавров А вот Леоплевродон Он Был Более Увесистый Такой Ну Подвижный Конечно Но и Увесистый Да куда Он все Время Пропадает Ебана Мать Ну Собственно Говоря На этом Все Всех Животных Я вам Показал Теперь Предлагаю Вам Просто Сразиться За Ну Животных За Митриаринха Так Ну Я беру Специально Послабже Противников Чтобы Было Интереснее То есть Я везде Буду Стрелять Этого Грогозавра На сороковом Уровне Не так Круто Будет Такой У нас Митриаринх Это Прикольно С одного Удара Вон Носим Просто Ну Собственно Горя Я поставил Похеринозавра И теперь Он всех Вынесет Применем Супер Атаку Отлично Ну С тобой Я разберусь С тобой Мы разобрались Приятель Отлично Вот Вот Его И Спахицефалозавром В следующем Видео И посмотрите Так Нет Промазал Ага Заптернаду Нужно Дадут Сразиться Это круто Надо Побыстрее Новый уровень Получать Ну Значит Я где Нибудь Добавляю Здесь Допустим Одного Не хватает Я где Нибудь Куплю В общем Животных Чтобы Как-то Прокачивать Имеющихся У нас Животных И повышать Уровень Тут Чуть Чуть Осталось Грубо говоря До 22 Ну и Нужно Уже Проходить Миссии И прокачивать Нашего Трицератопса Собственно Говоря Этим Я и займусь Видео Надеюсь Это Вот данное Видео Вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Вступайте В группу Канал С вами был Богдан Всего вам самого наилучшего До скорых встреч И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok